Ну, давайте перейдем теперь к ароматику дня. Мне подарили такой пробничек, тестер аромата от Исказы Cherry in Japan. Japan Limited Edition. В общем, вишня в Японии. Интересно. Ну, на самом деле, хотела вам рассказать о составе этого аромата. Потом почитала, что алкоголь, динатура, таква, вода, парфюм, метил, экзексид. Ну, в общем, поняли, да? Состав, на самом деле, этих ароматов. Ну, ладно, по нотам я вам скажу, что здесь цвет вишни, жасмин и бобы тонка или тонка. Меня удивил этот аромат, обычный аромат Аэскада. Они такие, скажем так, можно детские, да, веселенькие. А этот вроде вначале веселенький, но потом как-то оказался не веселенький. Я его на себя несу. Будет мой аромат дня. Он, на самом деле, вначале такой, типа, журнерадостный, тоже простенький. А потом он становится какой-то такой, я бы сказала, даже нишевый. Что меня очень удивило. Потому что, потому что это не типично для этих ароматов. Я в шоке немножко была. Вот, так что, не знаю, я вряд ли его приобрету в полноразмерном флаконе. Но, обратите внимание, любители ароматов Аэскада, что этот аромат такой более серьезный уже. Мне понравился. И его очень часто сравнивают с ароматом от Zara, Violet Blossom. У меня он есть тоже в таком вот формате, 10 миллилитров. И, когда я их послушала, реально они похожи. И только этот более сладкий, Violet Blossom. И по составу, прикиньте, отличия только в одной ноте. Здесь у нас цветок жасмин, а здесь у нас цветок магнолия. А так тоже бобы тонкая вишня. Вот прикол, да? Я бы в жизни не подумала, что это вишневый аромат, потому что он пахнет как-то цветами магнолия для меня. А когда в сравнении, рядом очень-очень похоже. Вот какой вот был мой обзор.